Мы, современные люди, попали в зависимость к слушателю. Присутствующий или подразумеваемый – это всегда человек, от требований которого зависит и наш репертуар, и его трактовка. Просто петь у нас стало неприлично. Вот соседи подумают, бабки напились и орут. Вот, сколько раз в экспедициях мне приходилось слышать эту фразу во время записи. Традиционная песня может быть адресована заре, дождевой туче, морозу, весне, человеку, давно умершему. И то, что мы сейчас воспринимаем как поэтическую метафору, еще вчера хранило черты поражающей буквальности. Ой, скучно время, пройди поскорей, Скучно время, пройди поскорей, Проходи, теткася, Ой, все часы мои, минуты, Раз минуты, раз... Но даже если говорить о поздней песне, Удивительно, как органично возникает она из их непринужденных совместных усилий. Очевидно, что пение для них так же естественно, как дыхание, как речь или молитва. Это один из способов общения, столь же привычный для них, как и все остальные. Здесь нет никакой внешней цели. Они поют потому, что им нравится петь, потому что они с детства к этому привыкли и умеют получать от этого удовольствие. Удовольствие от звука, от его энергии, от того, что этот неистовый, рвущийся вдаль звук им подвластен. Удовольствие от свободы, от того, что каждая строка создается заново, практически исключая повторы. И заранее ничего не известно, а все сложится так, как ты сам решишь в надлежащий момент. Удовольствие от того, что решают они вместе, открываясь друг дружке в песне, каждый раз сближаясь все более и слаженностью звучания, подтверждая свою близость. Выступление перед школьниками – непростое испытание. В этой частной гимназии нас любят и слушают с большим интересом. Конечно же, за этим стоит большая работа, проведенная учителями. Помню, однажды приехав на выступление в одной из окраинных школ, мы обнаружили, что петь придется перед дискотекой. В зале сидел контингент, явно готовый к жертвоприношению. В их позах, взглядах, репликах, в их общем ироническом оживлении чувствовалось, что нам придется нелегко. Но зазвучала песня, и зал неожиданно застыл. Установилась странная тишина. Видимо, непривычно яркий звук, эмоциональная заряженность пения находились в таком несоответствии с тем, что они рассчитывали услышать, несли в себе энергию и красоту, столь для них неожиданную, что они не могли сообразить, как на это реагировать. Далеко не всегда аудитория бывает то ли единодушна, но я не помню ни одного выступления, после которого к нам не подходили бы молодые люди, дети и их учителя, и не благодарили бы за открытие, которое мы им помогли сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова Продолжение следует...